В Северной Осетии специалисты сейчас изучают старинный меч. Его пытались незаконно провести через российско-грузинскую границу. Уже удалось установить место изготовления оружия и первого владельца. Достоинство клинка оценил корреспондент Чермен Лубиев. Женщина очень рассчитывала на невнимательность российских пограничников. Из Грузии в Россию она везла антиквариат. Теперь этот предмет вещественное доказательство. А любительница старины проходит по уголовному делу. Женщина, укрыв под различной утварью столовой в багажном отсеке своего автомобиля, незаконно пыталась провести незадекларированный предмет, который представляет собой культурную ценность. Экспертиза показала холодному оружию около ста лет. Специалисты обнаружили на антикварном мече узнаваемый орнамент. Многочисленные кресты на клинке и ножнах, фигуры рыцарей на рукоятках. И в средневековье, и в начале 20 века меч был обязательным атрибутом у каждого представителя ордена тамплиеров. Именно с помощью меча происходил обряд посвящения в рыцаре. Поэтому американские оружейники производили их тысячами. Сегодня на черном рынке в России эти мечи пользуются большим спросом у коллекционеров. Меч хорошо сохранился. Эксперты предполагают, что им почти не пользовались. Благодаря гравировке на клинке можно понять не только место производства холодного оружия. Здесь же имя первого владельца – Уильяма Грея Тисдейла. Экспертиза, проведенная управлением Министерства культуры, указала место его изготовления и дату. Он был изготовлен в период времени с 1912 года по 1923 год. В штате Мичиган, Детройт, США. Хранитель фондов Национального музея Северной Осетии признается – похожие мечи можно найти в интернете. Стоимость начинается от 300 долларов. Изъятый контрабандный клинок эксперты оценили в 3,5 тысячи. Это парадное оружие, как, например, наши генералы на параде с генеральскими саблями. Также, наверное, какой-то тамплиер или масон, я не знаю, кто он был, но во время исполнения каких-то ритуалов тоже на себе был иметь вот такой меч. В ближайшие дни вещдок передадут в Министерство культуры. Там и решат, в какой музей России отдать антикварный меч. Чермен Улубьев, Алан Сибетов, МИР24.